Приветствую, друзья, сердечно. Вот мои друзья, мои гости, Лерочка и Александр. Честный купец, честный купец. Очень важно, что он у нас честный купец, потому что я хочу сказать важные вещи. Мы же сейчас начинаем захватывать весь интернет, потому что есть новое слово. Потому что вот я смотрю в интернете, цифровизация заходит, то есть все, люди снова в неопределенности, и тут много чего происходит, а у нас есть новое слово. Потому что я смотрю интернет, и наши зарубежные, все повторяют одно и то же, повторяют одно и то же, повторяют, а сначала было слово. Значит нужен некий дух идеи. Дух идеи. Это слово есть. Это слово есть. Почему мы захватываем интернет? Потому что новое слово, и это всех сейчас взбудоражит. Это очень интересно, очень полезно для каждого, потому что мы впервые сейчас будем обучать всех желающих творческим, изобретательским качествам. Потому что человек будущего это человек, который со скоростью инстинктивных защитных реакций генерирует новое. А творчество – это поиск наиболее простого решения сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей. То есть мы сейчас создадим огромный класс, можно условно говоря, изобретателей с чувством ответственности, чтобы человек ощущал, какие могут быть последствия за его изобретениями. Это очень важно. И для этого у нас есть опыт, опыт. Я не просто так говорю, я же там и в Беслане, после терактов – это доказательство того, что то, что я говорю, имеет смысл. Я выводил из острого стресса пострадавших и детей и взрослых, которые психологов не слышали. Я тогда создал методику, как использовать энергию напряжения стресса в собственных интересах, как стресс-трамплин. Переживания, боль, страдания вы сможете использовать для генерации новых идей. и создавать новые. А у нас это просто сегодня необходимо, чтобы мы были не повторялки, а создатели. И я вам в следующий раз расскажу, что такое ключ к творению. Я расскажу, как устроен мозг, как устроена Вселенная и как можно очень быстро стать изобретателем. А изобретателем, представляешь, миллионы людей на планете станут изобретать. И мы это можем сделать очень быстро. Прогресс не остановить будет? Они будут изобретателем, потому что у нас изобретатели ассоциируются как бы с техническими решениями. А это будет в самых разных областях. Что не нужно будет бороться со стрессом. Потому что чем больше будет стресса, тем разнообразнее изобретение. Тем больше будет сил. А частный купец сразу понял, сразу понял, что можно из этого извести. Ну скажи, пожалуйста. Если энергия стресса такая сильная и мощная, кроме изобретений, ее же можно трансформировать во многие другие полезные дела. Правильно, полезные, да. Физическую силу, например. И уменьшение потребностей в лекарствах. Потому что нас уже заполонили этими лекарствами. И врачам, условно говоря, выгодно, когда человек болеет. Потому что он прописывает лекарства и оправдывает свое рабочее время. А на самом деле надо, чтобы люди были стрессоустойчивы, чтобы они были с хорошим иммунитетом, чтобы они меньше лекарств. Потому что сколько побочек. Очень много побочек лекарств. Ну скажи, пожалуйста. Вот сейчас идет все время война между людьми за капитал, и за справедливость, и за благородство. И вот люди, которые все время обуреваемы, значит, первичностью материальных ценностей. Они как бы вот сегодня доминируют, да? Это ненадолго. Ненадолго. Честный купец. Они скоро будут отстающими. Потому что на земле происходят такие важные процессы, которые поднимают духовность у людей. Деньги – это энергия, созидание. Это как будто бы как строительный материал. Из него надо что-то делать полезное. А если человек полезного не делает, ну например, ну какая польза, если ты строишь дом и сверху положил еще десять фур кирпичей. Дом же развалится твой. Хотя тебе будет казаться, что там очень много кирпичей. Это хорошо. А на самом деле нужно достаточность иметь. Вот достаточно, а остальное не посвящай, может быть, финансовой части. Всех денег не заработаешь. Присвяти духовной части. Рисуй, пиши книги, стихи. И наслаждайся миром. А иначе опять будет какой-нибудь астероид пролететь, или потоп какой-то, и все погибнут. Да. И поэтому человек будущего – это человек, который сохраняет разум на планете. И человечность. А человечность уже органично предполагает творческие способности, изобретательские способности. Раньше на школе этому не учили, потому что на школе учили по принципу повторениям отучения. Да. И обучали исполнительности, старательности. Добиваться путем повторения и так далее. Вот почему в основном женщины у нас – они хорошие хозяйки. Если бы они не были старательными, как бы мужчины жили на планете, да? Они знают, как поддержать мужчину, да? То есть это очень важно. Но при этом у них очень много женщин, которые изобретают. Потому что, когда женщина идет, например, в магазин и думает, как малышу своему купить чего-то, и там вдруг этого нету, она тоже соображает, как это сделать. Это же есть изобретательство. И даже если муж принес мало денег, она тоже изобретает. Энергия стресса переходит в действие. Она сразу может найти, где нычка, еще что-то. Новое слово будет. Поэтому у нас школа будущего хомофутурс, школа человечности. И у нас очень много участников, творческих людей. Вот, например, Константин Михайлов сейчас, который сделал тогда в свое время «Пояс мечтей». Смотрите, кто не видел «Пояс мечтей». И там, значит, он сейчас придумал, как в интернете использовать ИИ. То есть мы современные достижения будем, чтобы захватить интернет. ИИ, который будет выдавать наши продукты. Стихи. Ну, продукт – это плохое слово, но понятно, о чем я говорю. Стихи, новеллы, картины. У нас же все есть. У нас все есть. Все есть. Выдавать в самых разных форматах. И мне Костя уже прислал несколько моё стихотворение «Меня пронзила бесконечность, разумность жизни, беспредельность, во всякой точке повторяемая, вечная, но непроявляемая, которая вдруг проявилась в момент моего рвания на сильном пике напряжения, чтобы я мог уцелеть. И тут исчезло со всем своим мирознанием, во мне оставив вечный след, с чем я столкнулся – с собой или с космосом каким. И тайну мне не раскрыть. Скоро века я живу, и в диалог не дотянуться. То есть не понять это. Потому что я сталкивался с таким стрессом, и я понял, что у людей бывают и какие-то инсайты, озарения. Вот, например, человек настойчиво думает над каким-то вопросом. Вот это Менделеев и ещё кто-то, говорят, во сне открыл свою таблицу Менделеева. А почему он открыл, а вы не открыли таблицу Менделеева? Потому что он всё время об этом думал. А когда он засыпал, и какие-то моменты между сном и бодрствованием он проходил через ноль. Нулевое состояние между агрегатными состояниями. А там моментально обрезается страх, комплекс, стереотипы, шаблоны мышления, эго. По отражанию авторитетом всё обрезается. И поскольку он настойчиво об этом всё время думал, а потом прошёл через этот фильтр между сном и бодрствованием, и проснулся с озарением, открыл таблицу Менделеева. А мы не открыли, потому что мы думали о других вещах настойчиво. Ну, зачем столько таблиц Менделеева, если каждый свою таблицу Менделеева придумает? Да, да. Поэтому в обществе один придумал одно, другой или другая придумала другое. И поэтому общество – это и есть, по существу, человечество. Человечество. А теперь мы захватываем интернет для того, чтобы человечество сохранило разум на планете, человечность, чтобы нас не превратили только в исполнителей, а для того, чтобы мы были творцами, каким мы и есть по природе. По природе. Может творцами? Да. А теперь мы дадим инструменты, как на самом деле. И вот оказывается, я вам сейчас скажу, главное, оказывается, человек открывает, изобретает на стыке дисциплины, когда он одновременно занимается многими делами. и музыкой, и картины пишет, и стихи пишет, и математикой занимается. И вот на стыке дисциплины у него происходят инсайты. Поэтому у нас есть методика, которая будет нужна всем, она называется «Озарение по заказу». И не только Менделеев смотрит. Он еще и изобрел у него озарение. Потому что я междисциплинарник, и у меня озарения приходили, и я придумал методику озарения по заказу, и теперь ее дадим миллионам людей. Вот это и есть новое слово. И сейчас, друзья, мы находимся в переломном моменте вообще всей цивилизации нашей. Да, и мы не шутим. Да. Правильно? И теперь девушки будут любить не только мужчин, как говорил в одном фильме, в кинокомедии. Один актер, герой, известнейший. Он говорит, что мужчина – это тот, у кого деньги есть. А теперь, кажется, что нет. И деньги нужны, как инструменты. Каждый мужчина, ему не нужно будет бегать за деньгами. Потому что, как только ему нужно что-то купить, он… Он посводит Сажи или Сажи? Нет, он сделает себе озарение. Да. Через энергию стресса. И узнает, где взять деньги, собственно. Правильно. За ЖКХ заплатить. Да, да. Вот как мы так делаем. Правильно? Поэтому сами деньги не нужны будут. Представьте такого молодого человека, который вот не вынужден думать только когда работать. Вот сейчас же проблема такая. Деньги там нужны. Думаю, как заработать и как бы выпить лекарства, которые дорого стоят. И для чего человек работает – непонятно. Кредиты, ипотеки. А теперь он будет все время творить. Да. Создавать. И жизнь наша станет лучше. До встречи, друзья. До встречи. В лучшей жизни. Да. И как говорил в анекдоте, сын, сын молодец. Будешь хорошо учиться, будешь курить хорошие сигареты. Да. А я вам тоже в шутку. Мы же шутники. Я вам тоже в шутку скажу. Будете творцами, и рядом с вами будут всегда прекрасные дамы. Удачи. До встречи, друзья. До встречи, друзья. До встречи.